мир всем божий храм и торговля несовместимы почти в каждом храме есть лавка где продают свечи иконы принимают записки так далее моего папу это очень смущает мешает ему ходить в храм пожалуйста помогите разъясните для него зачем торговля в храме папа прав этого быть не должно мы помним реакцию сына божия судьи живых и мертвых когда он вошел храму идет там торговлю он опрокинул стол и менял и взял бич стал разгонять продавцов вопрос о торговле в храме задавался наверное каждый многие спрашивали об этом священников и лишь немногие решились разобраться в этом вопросе основательно почему существуют цены во многих храмах угодно ли это богу что об этом говорит библия святые отцы и каноны церкви на эту тему было много написано различных статей но наша совесть которая является голосом божиим нам подсказывает что здесь что-то не то согласитесь что кощунственно оценивает таинство крещения в денежном эквиваленте потому как это благодать святого духа которая не продается и действительно торговли требами в храмах не было до 60-х годов двадцатого столетия и только безбожная советская власть с целью скомпрометировать христову церковь добилась введения в храмах торговли об этом так говорил патриарх алексей второй сегодняшняя практика церковной торговли возникла после 1961 года когда контроль за материальным состоянием храма был полностью передан в введение исполнительного органа чей состав формировался властями эти времена к счастью прошли а злая привычка торговать требами осталось так это не получается торговля святым разве можно торговать святым да вы просто ничего не понимаете но хватит не за икону а за труд вот я например исповедую человека мне же сказать никто не платят я не знаю платят а вы не знаете ну вот а это денег стоит и это время я должен это не посвятили свою жизнь служению богу какие деньги заслужения в деньги исключительно наши русские все прощения и милосердия богочеловека иисуса христа безграничны и только дважды спаситель мира к грозным своим обличением прибавляет немедленное наказание и случилось это в самом святом месте в храме божием где алчные духовные вожди устроили дом торговли верте прозбойников продавая в доме молитвы жертвенных животных сплетший бич из веревок сын божий изгнал служителей мамоны и запретил навсегда даже проносить через храм какую-либо вещь матфея 21 12 и вошел иисус в храм божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей и говорил им написано дом мой домом молитвы наречется а вы сделали его вертепом разбойников дома отца моего не делайте домом торговли некоторые могут возразить говоря что якобы христос выгнал миновщиков денег и торговцев скотов голубей а мы сейчас этим не торгуем но нужно знать историю миновщики обменивали римские деньги на которых с одной стороны было изображение изображен лик императора по приказу которого эти деньги были от чеканины а с другой стороны один из языческих богов на иудейские шекели на которых не было изображения это делалось ради того чтобы изображения идолов не вносились в храм и не бросались в ящик для пожертвования торгующие продавали все нужное для жертвоприношения ведь храм был один во всем мире и многие из-за дальности пути не могли привести жертву собою им легче было купить ее на месте в и так мы видим что именно в щеки и торгующие храме делали на первый взгляд доброе дело и языческие деньги не приносятся в жертву на храм и люди не утруждаются тяжестью пути с жертвенными животными и все как бы благочестиво и даже с любовью но богу все это не угодно потому что на самом деле торговля и обмен были устроены ради наживы и иудейские пиросвященники имели от этого материальную выгоду еще раз подчеркнем главное что в храме продавалось все нужное для богослужения они что попало но в очах христа это было мерзостью и сейчас многие говорят что в храме все продается нужное для богослужения но это не является оправданием в очах божиих каноны православной церкви категорически запрещают вести какую-либо торговлю в храме и церковной ограде шестой вселенский собор правило 76 нельзя внутри священных оград устраивать корчму или предлагать изделия из ароматических веществ или продавать что-нибудь другое так как должно сохранять почтение к церквам поэтому если кто-нибудь будет улечен в названном преступлении да будет отлучен толкование отцов церкви цель этого правила сохранить святой храм и все вокруг храма от профанации в частности же от корчевничество и торговли согласно учению христа правило это не говорит только о храме и улицах занимающихся предосудительными делами фраме так как это само по себе воспрещено а говорит о священных оградах которых тоже воспрещаются подобные деяния здравствуйте меня зовут ольга валентина многущина я директор воскресной школы ромашка при храме вознесения господня храм начинается церковной лавке это меткое четкое выражение я прочитала недавно в одном из православных изданий и и это действительно так а священные ограды составляют по словам зонары в толковании этого правила все что окружает святые храмы и на первом месте пространство перед храмом западной стороны называемая паперть где главным образом эти корчевные и торговые дела и велись пошли по иному пути церковники и партия человек грешит потом хочет замолить грехи больше покупает свечей больше грешит больше доход оси 48 грехами народа моего с большой буквы кормятся они тем кто ответственно за это явление я вот не снимать из себя за прошлые годы нам придется отвечать по лицам спасителя зачем мы дом молитвы превращаем в дом торговли так быть не должно папа прав он правильно чувствует душа так быть не должно так это неправильно кстати на руси это не был никогда ведь никто же не заставляет вас покупать свечу придите домой заведите улей пусть эти самые пчелки ваши а потом завести улей это надо его купить надо купить семью пчел надо возить ее туда в поля и в леса она принесет воск принесет мед мед скушайте во слава боже а сделать свечку и принесите ее и поставьте а кто вам помешать вы вложили свой труд поставили свечку но не все же могут отделать я вот не могу для данной записи пользовался статьей протерея михаила пятницкого торговля в храме и книгой православного проповедника инатия тихоновича лапкина к истинному православию глава божий храм и торговля несовместимы ссылки в описании